Лис, который ничего не умел. Кролику в детстве подарили краски, и кролик стал художником. Ёжик выучил наизусть семь нот и стал музыкантом. Кот замечательно играл в футбол. Медведь был очень талантливым строителем. И только Лис ничего не умел. Нет, он, конечно, пытался чему-нибудь научиться, например, игре на флейте. Пробовал играть в футбол. Однажды даже решил что-нибудь построить. Ничего у него не получалось. Как-то раз прогнал он кролика с полянки и решил дорисовать его картину. А когда и рисовать не сумел, переломал все кисти, мольберты, разбросал краски и ушел. Подстерег его кролик и наказал. Долго бегал Лис за кроликом. Кажется, сейчас поймает. Заметил кролик Лиса, когда тот к дому подкрадывался. Добрался Лис до дому. Сидит, думает. Как кролику отомстить? Клей ПВА! Закричал он вдруг. Вот лучшие в мире средства для ловли художников. Осталось сделать приманку. Лис решил вылепить из пластилина крольчиху. Скоро приманка была готова. Лис потащил ее в лес. Установил крольчиху на пеньке, выдавил из тюбика клей, спрятался в кустах и стал ждать. Кролик вскоре появился на дорожке. Увидел он крольчиху и остановился. Какая красавица! Подумал он, и сердце у него заколотилось. Схватил он букетик цветов и прямо в клей обоими ногами. Тут выскочил из кустов Лис. Ага! Шел с работы медведь. Что это? Удивился он, увидев крольчиху. Кто вылепил эту красавицу с розовыми глазами? Закричали еж и кот. Я удивленно протянул Лис. Замечательно! Закричали все. Ты гениальный скульптор. Я удивился Лис и выпустил кролика. И побежал Лис домой лепить. С тех пор он никогда ни за кем не гонялся. Ведь у него появилось занятие интересней. А кролик вскоре закончил портрет скульптор Лиса. Конец.